Что их интересовало? Прежде всего, их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране. И один из вариантов, который был предложен, это такой, чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу. Но, с другой стороны, мы с Марией очень часто обсуждали этот вопрос, связанный с ее отъездом. И однозначно наша позиция всегда была такая, что мы в целом ни при каких обстоятельствах стараемся территорию Беларусь не покидать, потому что мы должны находиться вплотную к событиям, которые происходят. В итоге у нас была очень долгая беседа. К концу этой беседы стало понятно по их поведению. И они сами сказали, что ситуация изменилась, что Мария Колесникова будет доставлена на границу. То есть я понял, что, видимо, Мария, естественно, высказывает ту позицию, которую и должна высказать. И в этом плане она всегда абсолютно последовательна. Я понял, что ее пытаются насильно доставить. В 9.30 пришли два молодых человека, которых я до этого не видел. И у нас начался разговор. Они сказали, что в ближайшее время в отношении Ивана будет возбуждено уголовное дело, что по его прошлой работе они нашли какие-то якобы доказательства того, что он злоупотреблял полномочиями рабочими. Они не вдавались в детали. Они сказали, что так как я знаком с Иваном и вместе с ним работал, вне зависимости от моей причастности, и хоть у них нету никаких доказательств на моей причастности к этому делу, все равно я буду фигурантом. И это в рамках Петровского законодательства означает, что 18 месяцев я буду находиться под стражей, пока будет идти разбирательство. А спустя 18 месяцев они меня отпустят, потому что я не виновен. Вот. Сразу же они сказали, что можно помочь и себе, и Ивану, и всем нам. И что есть отличное решение, которое нашли, что мы все вместе поедем в автобусе до украинской границы. И на белорусскую границу мы пересядем в автомобиль Ивана и поедем в сторону украинской границы. Вот. Они вначале говорили только про меня и про Ивана, потом в какой-то момент они сказали, что к нам также потянет Мария Колесникова и тоже с нами проедет. Так как это выглядело так, что как будто бы со всеми уже все договорено, потому что они говорили уже про какие-то детали, где будет машина, кто за что будет отвечать, кто к кому потянет и кто где будет сидеть. Я согласился на такое развитие событий и в 22.30 меня вывели в темный микроавтобус. Через какое-то время меня пересадили в черный внедорожный BMW X6. Я находился все время следованием на заднем кресле посерединке. И с двух сторон от меня находились достаточно крупные молодые люди в безопознавательных знаках, в черных масках и кепках. И такие же двое людей были еще спереди. Мы проехали... Я увидел... Ну, поначалу на меня одели мешок на голову темный тоже. Через минут 20 путей мне его позволили снять. И я уже мог видеть, как ехали. В общей колонии двигалось порядка 4-5, на каких-то этапах 6 машин. Одна из машин это была машина Ивана Кравцова. Было еще также два микроавтобуса и несколько других автомобилей. Мы доехали до белорусского пограничного пункта. Я заметил, что мы проехали его без остановки. То есть я не выходил из своего черного БМВ и на полной скорости автомобиль проехал и выехал на нейтральную территорию. Весь кортеж остановился на нейтральной территории. И там мне предложили пройти уже к БМВ Ивана. Сказали, что Иван там сидит. Я прошел. Иван, правда, сидел. Я сел на сиденье рядом с водителем. Сразу заметил наши паспорта, потому что до этого мои паспорта были изъяты у меня при посещении ДФР. Когда меня привезли к ДФР. И в этот момент появилась Мария Колесникова. Ее вели. Это было достаточно шумно. То есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее насильно затолкали на заднем сиденье. Причем предварительно в заднем сиденье был включен режим, что изнутри двери не открываются. Ее затолкали, закрыли. Она не могла выйти. Она кричала, что она никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмякала, и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через заднее окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы. Вопрос был, почему мы не поступили так же, как Мария Колесникова. Сложный вопрос. Мария настоящий лидер. Я честно скажу, я ей восхищаюсь. Я не способен на такие поступки, на которые способна Мария. Именно поэтому Мария сейчас является одним из лидеров оппозиции, а я являюсь в принципе тогда. Это если откровенно и честно. Александр Визгин, на СИТВ. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас версии и предположения о том, почему вас выборили именно в Украину? Не в Литву, не в Польшу, которых Лукашенко обвиняет в инспирировании всевозможных диверсий. На самом деле, такие дискуссии велись. То есть, мой паспорт ДФР взяли, ко мне потом подходил человек, спрашивал, какие у меня шенгенские визы есть. У меня есть, к сожалению, только эстонская шенгенская виза. Это означает, что я не могу ехать ни в Польшу, ни в Литву сейчас в связи с новыми правилами, которые действуют в связи с коронавирусом. И, скорее всего, Украина оставалась наилучшим из всех вариантов, которые были у сотрудников спецслужб, куда нас можно пройти. Потому что ни в Польшу, ни в Литву нас спрятать не могли. У нас с Иваном не было национальных шенгенских виз этих стран. Наверное, им бы хотелось спрятать на страны Европейского Союза, чтобы в очередной раз показать, как якобы Запад пытается дестерализировать ситуацию в Беларуси. Что, конечно же, является полной глупостью. Именно белорусский народ является основным драйвером тех изменений, которые происходят сейчас в стране. На самом деле ситуация в стране очень неоднозначная. Когда в обществе формируется консенсус по каким-то определенным вещам, его очень сложно преодолевать, очень сложно что-то с ним делать.